Тургоносе 24 часа истек 17 числа 15 Я же поеду к маркировке просрочен Старые и свежие лежат одновременно, да? Да, да, вот 16-я лежит, тут же лежит 18-я Упаковывают стали, но сроки не соблюдают Вот эта вот приспособа напоминает какой-то игровой автомат Называется «Достань, не уронив» Как свиньям, накидали, высыпали сверху, как пулоток для свиней Нормальный Всем интересно За ложный вызов, 1000 рублей штрафа вам будет Хорошо, на камеру сняли Вы знаете прекрасно, что это ложный вызов Это называется «Пришли купить булочки», да? Да, пришли купить булочки, она нас вызывает полиция Прикольно А, не полиция, не полиция Может быть у них запрещено много булочек покупать? Наверное, да У вас запрещено булки покупать? Мужчина, вы глухой или немой? Да Вот булочки решили купить И они на покупателей за то, что те решили купить булочки Выбывают полиция А, кнопочку нажимает какую-то там Волшебная кнопочка у них удалось Вот Все, гадость убрали Красочную Некачественную Порядок Вот здесь что-нибудь будет Ух ты Сегодня 18, да? Да, 18 понедельник Годен до 18 числа Один Здесь еще второй Надо попробовать на органолептический свой Да Обязательно Хотя что их пробовать, он уже в любом случае прошел Можно это просто поесть Не, ну если они, конечно, хотят, что мы заехали Мы, конечно, это может быть и купить Ты главную упаковку не потеряй Да Да Ну чё, как Я всеядный А? Я всеядный Всеядный, да? Да Ну так Точно молодой человек здесь стоял И смотрел В сроке Но почему-то это он оставил Видимо, распоряжение Слышим все-таки торговать Надо, пойдем дальше От сыра остались только ценники Это они переподсовать решили Ну да А здесь что у нас Годен Единственный был Годен Получается, что только один у них вводим А остальных не нужно Да Стоик порыли Ну, круг Когда он Информацию Видишь какая-нибудь на него? Ну, костейк Есть информация? Когда их готовят? Ну, условия храним, срок годности Нету? Да Ну, я вот потребитель Я хочу купить Представьте мне, пожалуйста, информацию Здесь она должна быть Я ее здесь не вижу Вот на какую-нибудь рыбу Есть у вас информация? Ну, вот я пришел Хочу купить Скажите мне, когда она Выловлена Срок годности Условия хранения Что-нибудь Вы не работаете в магазине? Нет, я работаю просто Я здесь недавно Что Вы? Я здесь недавно просто Ну, так узнаете у кого-нибудь Мы подождем Мы вот хотим рыбку приобрести Хотелось бы информацию на нее Информация должна Информация должна Что? Сертификаты в течение 3 дней Сертификаты в течение 3 дней Сертификаты в течение 3 дней Я потребитель Я вот сейчас хочу информацию То есть у вас нет информации Есть у нас информация Предоставьте мне По первому требуем Хорошая служаня Мат в горле застрял Смотри, не подавись Это столько тебе добра желаю Пойдите, пирожок Странный мужчина Очень странный Пусть забыли предъявить Своё удостоверение Я Вам А Вы кто? Вы кто? Мы граждане Вам предъявят Удостоверение Сотрудник полиции Вы обязаны В соответствии законам Предоставить Я Вам ничего не обязан Я могу Вам предоставить Вы меня слышите? А я не хочу вас слушать Вы никто Сделайте замечание Вашему коллеге Вашему коллеге Вашему коллеге Денис, Денис Ну ладно, сейчас они исправятся Сейчас коллега сделает замечание 12.1 Закона об охранной И частно-действительной деятельности Представьтесь Постою вопрос Кто такой А? Кто Вы такой? Что по лицу? Так я не за что приехал Я потребитель Вы то что? Кто ко мне Потребитель Весь сейчас в данный момент С Вами спорят бесполезно Зачем спорят? Ну так подойдите к другому покупателю А что Вы к нам подошли? А? Конечно покупаем Да А в чем сложность? Мы себе товар не можем выбрать Можете Сейчас мы можем передумать Обратно положим Какие вопросы? Вы не поможете Потому что Вы грязные Но грязные Почему? У меня чистые Смотрите Чистые руки Так чистые А где сказано Что я не могу трогать товар? Палочка лежит Палочка лежит Знаете что по палочке я делаю? Все С Вами полезно разговаривать Так не надо с Вами разговаривать Надо исполнять Надо исполнять Надо исполнять законодательство Ты что хамишь? Ну он спрячь Вы под маской Спрячься где-нибудь Потеряйся Если у него нервы Он не имеет права Работать охранником Его задача Охранять имущество магазина На данный момент Нет никаких признаков Какого-либо правонарушения Почему он пристает Гражданам Покупателям? Согласен И не будет Я Вам открою секрет А полицию Вы сами Не переживайте Что-то плохое сделал? Мне нет Ну тогда зачем Вы тогда На него какую-то эмоцию испытываете? Это нарушение Требования по маркировке Нарушения Санпина По упаковке У Вас дети есть? Молодой человек Нету? Трое Вот Вы хотите Своему ребенку? Я такую гадость не покупаю Да? А Ваш ребенок Зайдет сам С друзьями С друзьями они едят На улице когда бегают А когда годно До 22.09 А сегодня уже 18.10 Вот девушка На что надо смотреть 22.09 Вы вообще охренели просто Просто охренели Еще 22.09 Нормально? Молодцы Молодец Для этого Это то некогда снять Да зачем? Владимир Владимирович Вводит до 17.10 До нулей 00.04 То есть 00.04 Минута 17 Это сдохло А сегодня у нас 18.00 Три утра Одиннадцать минут 16.00 Числа Это сдохло Двое с половиной суток Молодцы Ребята Молодцы До 16.00 Изготовлено 19.04 Вот Вы кого защищаете А в советское время Выбили бы И расстреляли бы На улице Че побежал-то? Че хамишь? Я не хамлю, а говорю Понятно? Вот ты сиди дома И говори дома Твоим родственникам Понял? Ты сиди дома Прячь в коморку Сейчас закончишь Импарктом Вдохни что ли Попадешь Отвечай Захранная организация Сейчас позвоним Представь Что вы Как фамилия твоя? Старчик А я должен тебе докладывать? Да А твоя как фамилия? Ломает мою фамилию Ломает? Я тебе представлюсь Хотя ты знаешь Ломает Да И я представлюсь Что вы хамите Выражайте смесительную грань Заставляйте Краденые продукции Угощайте охранников Краденые продукции Угощайте охранников Он мне предлагал Он мне предлагал Он мне предлагал Ты хочешь меня обвинить В чем-то в краже? Конечно Он мне предлагал Тебе 36 статья вообще знакома? Нет? Знакома Клевета знакома Знакома И то что умомается Я прекрасно знаю Да А чего ты так приближаешься? Он подойдет маску одень Лбом не стукнись об меня Маску одень А то не дай бог зашибешься Маску одень Я тебе сейчас одену маску Вы что без масок ходите? Ты что слепой что ли? Где маска? Ты что слепой что ли? У вас пандемия идет Тогда маску себе нанос на цепи Маску одень Маску нанос на цепи Маску одень Ты сам-то одень Что-то нацепило Еще между ног одень У меня нормально одета маска А молодец Нормально одета А я разговаривал А ты вообще без маски Ты разговариваешь У нас хочешь заразить У тебя столько лет А ты все как в детском садике себя ведешь Да Сам дурак, да, говоришь? Ну, обозрал. Дурак он. Вы без маски находитесь в помещении. Давайте мы сомневаемся. На нос на день. Я одел маску. На нос на день. Мужчина, в отношении вас будет составлен протокол. Серьезно, что ли? Прям пальчик кому-то? Да? Как я должен представить, что ты мне обратил? Майор полиция Иванов Денис Михайлов. Удостовение покажи. Майор полиция. Так, майор полиции Иванов Денис Михайлович. Обычное какое-то? 23-е, значит, Денис Михайлович. Денис Михайлович, у меня будет заявление. Заявление. То, что касается масочек. Да. Вот на данного работника привлечь организацию и данного работника. И на вас. То, что вы следствие индивидуальной защиты, так называемой тряпочки, да, используйте не по назначению. Не прикрыв органы дыхания. Я прикрыл органы. Так, что у вас? Денис Михайлович, на видео все фиксируется, да? Что у вас там приблили? Проблема магазина. Приобрели просроченные продукты. Один из которых 18-го, 10-го. До 16-го, 10-го. 7-го, 18-го. И? Так вот одно и то же. Нет, это до 18-го, 10-го. Тут еще есть несколько до 18-го, а это вот нарушение САНПИН. Нет, то есть товар, который не требует термической обработки, а может сразу и глушить. Обязательно должен быть упакован и промаркирован. Упакован до соответствия САНПИНом 20-го года, а промаркирован соответственно с техническим регламентом таможенного союза. Пыль летит, грязь, так. Это по сути то же самое относится как вот к этим булочкам. Нет маркировки. Когда они изготовлены неизвестно. Обычно так делается, когда срок годности заканчиваются, они все это маркировочку убирают и начинают продавать без нее. Добрый день. Здравствуйте. А что на все? Я не знаю. Я понял. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Булет. С маковой начинкой. Блин. Я съел, да, потом видел, что они просрочены. Булочки и так далее. Содержащиеся вес скоропорчущие продукты. Это сыр, курица, колбаса. При температуре зала у мишеводности 3 часа. Смотрите, что они делают. Эта булочка по их даже маркировке. Даже пускай опустим эти 3 часа. 24 часа при температуре плюс 2, плюс 6. А у них она стоит 3 суток. Неверные сведения, получается, здесь. Да, ну это неверная маркировка обман потребителя. Ну вот 16 число. Досрочено, да, просрочено. Случше 1 января 2021 новое правило торговли. Также были заменены многие сампины, то есть многие отменены и введены новые. Вот до 20-го года есть сампин, по которому любая продукция, которая после покупки не требует термической обработки, а потребляет сразу пищу, обязательно должна быть упакована потребительская упаковка. А в соответствии с техническим регламентом того же союза, если предприятие упаковывает потребительскую упаковку, то на этой упаковке обязательно должна стать маркировка на каждой продукции товара, где указано союз годный, на каждой продукции товара, каждый услышал. В информации о маркировке, мы, наверное, значит, допустим, обман потребителя, да, в части срока годности. Девушки, а эти почему не снимаете, просроченные уже? Или вы их не собираетесь снимать? Что, что? Мы еще туда не дашли, у нас время 12 часов. Вот вы это будете снимать? Да, будем снимать. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите, возьмите. Вы это будете снимать с реализации? Конечно, 20 раз все пощупали, потрогали. Все пощупали, потрогали. Я вам про срок годности. Все ясно, значит, тоже снимаем, они это будут продавать. Изготовлено сегодня с утра, зачем снимаем? Срок годности 3 часа с сыром. Если вы не знаете санпинов, и директор у вас не хочет обучаться, и вы, то, что сказали, что вы будете это реализовывать, я не хочу, чтобы люди травились. Вот, с курицей так же срок годности 3 часа. Это 17-й час, представляете? Угалдеть можно. Но если вы не знаете, что булочка с курицей хранится дольше, это уже по-другому будет. В холодильнике плюс 2, плюс 6 она хранится. При температуре зала срок годности 3 часа. Так же, как сосисков есть, если вы не знаете. Я вам хочу сказать, что не мы срок годности пишем, а у кого санпин нам его устанавливают. Не санпин, а у нас руководство устанавливается. 40 грамм, значит, просрочено. На 19 часов. Ну, вот, только что истек срок годности. Это язвык с творожной начинкой. Так, еще раз. Сейчас, как он тут написан-то. Язычок с творожной начинкой 75 грамм. Они, видите, убирают, а это не котят убирают. Это вам. Кушать им нужно. Йогурты крутятся. Детей. Когда поступила рыба, даты изготовления и тому подобное. В течение трех дней предоставляется информация. Мы уже звонили в Росток для транзора. Оставляйте заявку в книге жалоб в течение трех дней. Да, книгу жалоб уже давно отменили. Ну, я в курсе, вы можете... Так потребителю нужно здесь и сейчас. Как он может купить рыбу? В течение трех дней. Да как же он рыбу купит-то, если ему сейчас надо? В течение трех дней предоставляется информация. Я приняла вашу заявку, можете подойти через три дня. Ладно, значит, подойдем с полицейским. Вы размещать-то будете какую-то информацию? Вот здесь. У меня нет. Если вы сейчас не принесете, это все снимается будет. Вы Роскотрепнадзорку пробовали когда-то обращаться? Или что с ними не так? С ними не так. С Роскотрепнадзором. Хорошо, из-за водения адезина. Видите, написано, что с ними запакована под вакуумом, а здесь нарушена вакуумная упаковка. Да. Да, нарушение вакуума. Срок годности, условия, конечно, где-то. А нам у вас с места пробивать, когда вы заказываете? Где? Вот я, как потребитель, где? Это считается негачественно и опасно. Холодой. Снимай реализацию. Вы видите цветов уже. Каких цветов? Вы сейчас все, что угодно для этого можете выйти. Да, упаковано. А, только что упаковано. Прекрасно. А где дата изготовления? Видишь, нет, я не вижу. Нет, нет. То есть, ваша этикетка не содержит никакой информации? Да, сила, сила. Да, держите. Я так думаю, фарш тоже надо взять. Да, есть. Можно посмотреть? Дайте, пожалуйста. Упакованную. А изготовленную. Срок годности 12 часов. А хоть правду пишут. И, правда, это груза, крышей. А, изготовили когда? А, именно когда мы тут упаковывали вот это? Ну, это должно быть на этикетке написано, что изготовление соответствует дать упаковку. А у вас этого нет, ничего. Так фарш, как он может упаковывать? Он не упакован, лежит. Нет, мы просто вязал в комнату, именно когда вот делали. Согласно, в операции вы соответствовали тому, что она сейчас находится на калатке. О, нет. Здесь она пишет. У вас нет брокеражки. У вас нет брокеражного журнала. У вас компьютеры. О чем мы говорим? У вас должен быть брокеражный. В ней данные должны. В илепочку должны полететь, чтобы не было возможности изменить. Короче, они все сейчас делали свежим. Я вообще заканчиваю. Сайте сам пинулись. Не знаете, ничего. Войдет. Вы не заберете, в течение 10 дней получите письмо. Елена, мы же на самом деле все знаем, что здесь происходит. Абсолютно все. Нам же все докладывают. Что, про помыть? У меня сегодня помыть как того. Про все, про все. Которого. Мне не нужно. Ваши же работники мне сообщают определенную информацию. И я не знаю, как вам на будущее пригодится это, не пригодится. Можно заканчивать вот это все без вызова сотрудников полиции. Мы находим просрочку. Вы на камеру извиняйтесь перед потенциальными покупателями и утилизируйте. Мы разворачиваемся и уходим. Мы экономим время. Мы едем в другой магазин, потому что вы сами понимаете, это личное. И у нас нету цели вас наказать. Нету цели наказать сотрудников полиции. Цель, чтобы вы справились. Вот сколько мы раз делали замечания в вашем магазине по булочкам, по другим. Ничего не было. Один раз мы сняли и понеслась волна. Смотрим. Плосненький, просроченный. Здесь нету ничего. Какой? Паркировки. Нету. Здесь нету. Ни хрена нету. А что, может, руководитель сам уже? Наверное. А тут нигде нету. Тут нету, конечно. Здесь нету. Ладно, давай пойдем посмотрим пока остальное. Второе число, 11. Срок реализации 12 часов. А сегодня уже пятая. Нация не понимает по-хорошему. Будем делать по-закону. Как обычно едет каталка. Дырку протрете здесь. Сказали мыть, да, возле нас. Третий раз по этому месту проходит. Ну ладно, спугнул. Ты попозже подъедет там. Что ж такое творится-то, а? Как мы приходим, сразу все убирается. А я попросил документы, говорю, показать. А мы все равно сейчас документы посмотрим. Девушка, взвесьте нам вот эту рыбку. Я чуть-чуть подаду, девушка. Не-не, вы мне взвесьте, не убирайте. Не убирайте, взвесьте эту рыбку. Все как положено, сделайте. Распечатайте. Это охлажденка? То есть она замороженной не была? Замороженная, я только пришла с ней. Я понимаю. Ну вы мне сейчас продаете как охлажденку, правильно? Но она была замороженная. Ну она приходит как в глядке. Ну замороженная она приходит или нет? Алло, я рыба замороженная отбираю. А продаете как охлажденку? А я как охлажденку продаю? Ну ты здесь наденен. Так охлажденка это или заморозка все-таки размороженная? Алло, я думаю. А вот здесь кто-то как охлажденка у вас тоже. Это же не все захлажденное. Все-таки есть замороженная рыба и есть охлажденная. Это какая рыба вы мне продаете? Охлажденка. Но она была заморожена. Вы только что сейчас сказали, что это приходит вам в контейнерах замороженная рыба. Вы ее размораживаете и продаете как холоженку. Правильно? В магазин пришла в замороженном виде? Один работник говорит, что рыба приходит в замороженном виде, они ее размораживают. Другой говорит, что нет, это охлажденка. Уже настолько заврались, что понимаете, уже сами между собой договориться не могут. Срок реализации сыра для магазина 12 часов. Срок годности не может превышать срока реализации. Заходите на сайт Роспотребнадзора, там есть разъяснение Верховного Суда. Я все равно буду наставить, что вас уволили в магазинах. Без права занимать руководящей должности. У нас тут вообще никакой маркировки нет. Законы надо читать, а не просто сидеть на попе ровно, на руководящей должности. Я еще раз говорю. Не надо ничего. Срок о вскрытии. Написан срок хранения. Срок хранения это для нас. Для нас. При вскрытии. Это для нас. Не хранится. 12 часов там давно отменили. Это срок реализации 12 часов для магазина. Отменили, что вы тогда переживаете? Полиция пишет. Сейчас полицию вызову. Роспотребнадзор. Выдавайте. Если вы не понимаете словами, значит будем учить. Так вот. Это травят людей умные. Почему хлеб опять реализуется без упаковки? Ну, зафиксировали. Вводим до 05.11. Сегодня 05.11. Лежит с собой. Надо еще телешки нам взять. Вот еще. А нет, это свежие. Вот. Никто не хочет по акции просрочечки купить. Тоже до 10. До 05.11. Женщина, вы можете возле нас не мыть? Я отменяю приказ вашего руководства возле нас мыть. Слышите меня? Почему мы? Мне заработать не надо. Зачем вы возле нас моете? Ну, надо же меня. Ну, возле нас не надо. Зачем? Зачем вы моете возле нас, женщина? Ну, надо мне работать. Время идет. Так моете в другом месте. Магазин большой. Ой, уже мыла я. Вот отсюда надо начинать. Куда нам перейти, чтобы вам не мешать? Скрытые сосиски. Скрыты они аж 1-го числа. Срок годности 12 часов для магазина. А сегодня 5-е число. Здорово? Вообще замечательно. Да, вот такие здесь сосиски. Так, а здесь что? А здесь вообще ничего нет. Да, они вскрыты, но нет вообще ничего. Не, не, там наклейка должна быть, когда они вскрыли. Вот наклейка упакована 1-го числа. Срок 12 часов всего года. Срок годности для магазина. Срок реализации. Ну, все, ну. А по разрезениям Верховного суда срок годности не может превышать срока реализации. Соответственно, для магазина срок годности 12 часов. Значит, это все просрочено несколько суток. Получается, на четверо суток просрочено. Маркировку проверяете? Ну, что-то при нас как-то более интенсивно стали проверять. Не, не, все правильно проверяйте, так и должно быть. После вас мы еще проверим. Так, здесь пока не положили, не успели, да? Да? Не успели на парку положить? Девушка, не слышно? Вера, не успели положить или оно просрочено? Оно не проплачено. Ну, так я вам спрашиваю, не успели положить или что? Это ставится новая дата, каждый день справится. Так я знаю, что она ставится каждый раз в новая дата. У нас нет информации на крылья, на голень, которая в маринаде. И нет информации на ведро курина и на курина. Так, а что у нас здесь написано? Срок годности 72 часа при температуре минус 2 до 0. Полный информации, то есть нет условий, срок годности, а дата изготовления, это где? Нету даты изготовления на маркировке. То есть просто упакованы. Все. Документы должны быть на месте продажи. Я еще раз говорю, ветеринарные свидетельства мы можем только запросить и нам только тогда выдан. Мне нужна конкретная информация по рыбе, изготовитель и так далее. Маркировка мне нужна. Елена, хлеб-то убрали, пока мы здесь ходим? Нет. Ну, который там лежит в этом автомате игровом? В автомате игровом есть щипцы, есть перчатки. Я знаю, что есть. Ну, есть специальный санитайзер. То есть не убрали? Мы не убрали. Денис, не убрали. Ну, пойдем, мы поможем убрать. У меня проблема с рыбой столом. У вас проблема не со столом. А с головой проблема, поможем. Вам один раз мало было? Вы хотите повторить? Хотите повторить? Да? Повторять будем? Здесь видео. Вы фиксируете, пожалуйста, на видео. А мы тоже фиксируем на видео. У вас с камерой что-то переживайте? Хорошо. Еще одно заявление? Да, на вас будет еще одно заявление. Какой-то не товар будет, за идея. Запишите, что хотите. Вот это творче товара. Какой-то не товар. Он не имеет экономической ценности никакой. Да? Для вас? Да? Для всех. Для вас безумовая общительность. Потому что он считается некачественно опасным. Такой товар, который употребляет непосредственно пищу без термической обработки. Ты что, бля? Смотри. Есть щипцы. Дебильные, что ли? Есть щипцы. Ты дебильная? Есть щипцы. Ты дебильная? Я ничего не делаю. Я показываю человеку, что щипцы есть. Ты дебильная? Отойдите от меня на полтора метра. На полтора метра от меня. Сотрудники охраны. Смотри, вот дают какие-то документы. Сами себе передают. А, это сами себе передают. Это перекресток. Так это не те документы. Ну, тут акт передачи между перекресток и перекресток. Ну, так с перекрестка АРЦ перекресток не у вас. Ну. А производитель где? Еще раз говорю. Вы меня попросили документы, когда пришло, я вам даю акт передачи. Когда будет перекрестка передача. Изготовлено-то когда? Я маркировку вам дала. Да как там печати нет? Печать есть на этом документе? Вам поставить печать? Да? Вам поставить печать? Две стороны, акт двухсторонний. Две печати должно быть. Она говорит, вам печать поставить. Да вы можете мне поставить. Это просто не документ. Я же изначально прочитал, что это не от производителя. У меня есть документы. Так покажите. Покажите документы о передаче рыбы от производителя в магазину. Я вам показала этикетку из упаковки. Я не знаю, какую мне этикетку показали, из какой упаковки. На месте продажи этой этикетки не было. Более того, ваши работники сказали, что рыба приходит в замороженном виде. Девушка, извините, вот это вы сами выпекаете или вы замороженого это делаете? Да, замороженого. Замороженого? Мы получаем в замороженном виде и выставляем. Полуфабрикат. Размораживаем и выставляем. Они получают замороженное, размораживают и заставляют на продажу. Ну, нарушение, тогда давай сразу выбирать. Вам нельзя размораживать. К вам должны они уже размороженные приходить. И дата разморозки должна быть там указана. Ну, это... Нет смысла вам что-то доказывать. Я вам просто покажу норму права, да и все. Здесь же нету даты дефростации, правильно? Ну, вот упакованные, это как бы у них дата дефростации. Но... Нет, ну это как бы, а должно быть написано. Должно быть написано, да, что это дефростация первая. А они якобы это не сами датабы. Ну, пускай участковые описывают, а там они, пускай, разбираются. Да? Есть что-нибудь? Нет. Ни какой раз, тоже там вот так. Паркировки нет. Все. Побежал, наверное, маркировку искать. Ну, а чего же толку ее искать? Это тут остатка, скорее всего. Мы решили запродать. Вот так же, на чумбаре 24 предупреждали, предупреждали. А в итоге просто приехали, взяли телеги и все конфеты туда высыпали. 8 телег. Много. Много. И как вы думаете, директора вызывал упорить? Нет. Потому что прекрасно знает, что это просрочно. Понимаете? Что нет никаких документов. А здесь начинает кипишевать. Возьмите, признайте, да, я вот виновата. Ну, какая-то бесполезная. Всякие кучи, да, покопал, что там ничего не закопалось. Нету маркировки. Ничего нету. Сбоку что там? Просто конфеты или что? Ну, давай, покажи нам, если кучи что-то... Так ее не достать, она других конфет. Там лаки. А, это все можно. Да, другие конфеты вообще. День с водом что-то принесли. Пробедите, вчера не усили, а ксерить. Мы сейчас ксерим, чтобы они не пропадали. Это странно. Мы приходим, при нас начинают делать свою работу, да? Ну, вы устраиваетесь к нам работать? Может быть, тогда у нас будет... Может быть, вам уволится, а на вашу должность назначить хорошего директора, который будет смотреть, говорит, просрочек. Я вам могу назвать как минимум один магазин. Я не знаю, это уже как реклама будет звучать, потому что я каждый раз про них говорю. Возле меня этот магазин находится в Магнит, на Театральном бульваре. Я ни разу за все время, сколько я туда хожу, не видел ни одного замечания. Я позвоню директору, я ее даю. Нет условий хранения. Нет условий хранения. Считается некачественным, правильно? Да, все, наверное. Считается некачественным. Потом есть какой-либо варки маркировки? Ну, нет. Забыли. Забыли, позвонили. Понимаете, как по закону хотят, значит, есть по закону. Бинго. Я шел оттуда. Вот послушайте, я не обманываю. Я иду, блин, чувствую, 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 как это. Теплее, теплее. Годен до второго одиннадцатого. Я надеюсь, это целая партия. Сейчас ты заработаешь на это. А, точно, я же могу это купить. Так, откуда я взял? Это Лёвь. Так. Не знаю, пока только одна. Две. Субтитры сделал DimaTorzok